В Полевском за последние годы было благоустроено 7 общественных пространств. Большая часть из них была реализована в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Но создать красоту и сохранить ее это разные вещи. Поэтому была создана комиссия по обследованию тех самых объектов благоустройства. Первая точка в маршруте – парк Дендрарий. Место уже успело полюбиться горожанам. Полевчане гуляют здесь с детьми, есть спортивная площадка, скамейки, качели. Данный объект пока находится на гарантии, поэтому все недочеты стараются выявить и устранить исполнители работ. Те объекты, которые были созданы по этой программе, мы внимательно обследуем на предмет обнаружения недостатков, дефектов, проведенных строительно-монтажных работ, либо возникших в результате уже эксплуатации. И в соответствии с контрактом, тот гарантийный срок, который у нас предусмотрен, предъявляем это все подрядной организации, которая должна в установленной сроке будет исправить выявленные недостатки и дефекты. Мероприятие это проводится. Мы стараемся, чтобы широко привлечь к этому событию представителей общественных организаций. Хочу сказать о том, что в состав комиссии входят представители администрации, Центр социально-коммунальных услуг, депутаты Думы Полевского городского округа, общественные палаты и общественных организаций Полевского городского округа. К сожалению, далеко не все жители нашего города способны ценить ту красоту, которая создается в Полевском. Неоднократно подрядчик восстанавливал детскую площадку после вандализма. Люди также выкапывают саженцы деревьев, бросают мусор. Но в последнее время таких фактов становится меньше. На сегодняшний день у меня особых претензий или вопросов нет. Потому что нет ни одного фонаря разбитого. Качели после издачи объектов мы их ремонтировали раз в шесть, наверное. То есть цепи обрывали. Потому что деткам хочется качаться в полную раскачку. То есть были ограничители установлены для того, чтобы, во-первых, это место общего пользования, чтобы никого не травмировалось. Большинство полевчан все же бережно относятся к парку и с удовольствием здесь проводят время. Гуляем каждый вечер. А так даже ведь сходить некуда. Каждый вечер мы гуляем здесь. Здесь вы вечером придите, сколь народу. Тут же дома все везде, все женщины, все пожилые люди по тропам ходят. Это очень здорово. Молодцы. А освещение хорошо работает вечером? Очень хорошо. Все супер. Да, только, конечно, все равно найдутся недовольные. Я бы сделала теплый цвет, дневной. Вот до того он холодит. Тут такая красота. И вот эти лампочки я бы сменила. Ну, это мое предложение. А тут как хотите. Помимо парка Дендрария в Полиском много других объектов, которые необходимо обследовать членам комиссии. Въезд в город и бульвар в Зеленом Бару – еще один из излюбленных маршрутов для прогулок. Работы по благоустройству были выполнены к 300-летию города. И уже гарантийный срок прошел. Но это не значит, что содержать этот объект не будут. Просто эти работы будут выполняться за счет бюджета. Мы все равно выявляем имеющиеся недостатки. И уже если гарантийный срок пошел, либо самостоятельно закладываем средства в бюджете для того, чтобы восстанавливать объекты благоустройства. Наша задача, чтобы все объекты, неважно за счет подрядной организации, если это еще существует гарантийное обязательство, либо за счет бюджета, объекты должны быть в хорошем, надлежащем состоянии. И те объекты, которые выполнялись в 2018 году, мы будем за ними следить и восстанавливать их. И в 2018 году, думаю, и дальше. Потому что самая главная суть не только использовать существующие условия по гарантии, но и в целом содержать объекты. У комиссии большой маршрут обследования. Необходимо посетить и южную часть. После того, как вся эта работа будет проделана, все недочеты зафиксированы, будет составлен акт, в соответствии с которым составлен план и необходимый бюджет для восстановления объектов, первозданный вид. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости 11-го канала.